ровно 7 часов мы пришли на завтрак никого нету мы рано стали потому что у нас сегодня увлекательная экскурсия а какая экскурсия вы узнаете об этом немножко позже давайте полюбуемся видами на бассейне бежим на ресепшен уже заранее за 10 минут до обозначенного времени за нами приехал в трансфер с ресепшена позвонили типа поспешите вон автобус стоит уже салям алейкум идет завтрак а нам алейку красное море это очень богатый видит уже очень богатых городов самый молодой море в мире только 50 минут назад поэтому еще молодой до шарма чеха трасс мухаммед наверно 30 35 километров у нас есть там здесь уважаемых шарма и вербай установка отеля что белья аренда и вещи или оккупаться заходим и поехали в другой отель вот джаз шар дремс это тоже отель на амабей за другими туристами я так понял что здесь у нас будет универсальная группа тут не чисто русскоговорящая группа кажется будет перемешку может быть арабская или англая группа сейчас посмотрим итак нас забрал трансфер сейчас по пути мы будем забирать других туристов и после этого мы направимся на экскурсию в раз мухаммед у нас будет несколько остановок 1 для снорклинга 1 там будет озеро желаний потом будет хорошая такая фотолокация называется ворота аллаха потом мы посмотрим разломы мангровые заросли и что-то еще ну это как-то предварительно объяснил и после этого каждую остановку я вам подробно покажу оставайтесь на канале экскурсия обещает быть интересной давайте сейчас уже немножко поедем в путь в общем группа как я говорил универсальная для чечен и данный момент основная информация на итальянском языке это говорит о том что все кто в мире туризма работают они как минимум владеют арабским русским английским и итальянскими языками этот шарминг четыре популярных языка проезжаем мамы вот смотрите вот это оживленная улица которая показывал вечером она вообще вот сейчас пустынно пустынно самое интересное что у нас такая сегодня как бы мини индивидуальная группа вот настроек двое взрослых ребяток и двое взрослых другого отеля то есть мини выйдем мы сейчас пятером не знаю хорошо ли это или плохо но я думаю нам это хорошо как бы больше внимания будет нам уделяться перед тем как выехать заповедник здесь вот остановка он нам объяснял чтобы сходить в туалет потому что там заповедник нельзя и здесь видим аренда проката снаряжения здесь можно взять жилеты ласты и маски силиконовые у кого есть это с собой но у меня есть своя маска я взял жилет сам в каралках ласты не буду брать потому что как бы они мешают идет такой жилет потому что будем плавать с инструктором соседние группы тоже приехали сейчас идет инсультаж мы садимся обратно в автобус проезжаем бухта шарм эль майя вот отсюда мы ездили на экскурсию батискав поэтому проезжаем уже большой порт отсюда идут все экскурсии на раз мухаммад называется лендмарк марина очень большое количество яхты сотни туристов отсюда отправляются на морские прогулки посмотрите какое огромное количество я небольшие двухэтажные где-то около 30 человек там был пункт проката здесь у нас остановка для того чтобы сходить в туалет потому что в зоне заповедника это все запрещено давайте выходим это обычная автонаправочная станция здесь вот не супермаркет а здесь туалет в автобусе мы все познакомились получается едет с нами семейная пара в турции им объясняют на английском языке потом мужчина в чечне и с ним еще а его друг итальянец именно итальянская то есть гид знает три языка английский итальянский русский выезжаем из шарм эль шейха по направлению заповедник вот были фигурки на кушке поглянул security прям посчитал количество людей потом с вами которые едут гид инструктор фотограф они все оставили свои данные подъезжаем уже первые остановки у нас будет здесь шнорклинг по плату здесь уже совершенно другие кораллы не такие как шарм эль шейха остановка снорклинг и в этом месте мы сейчас будем снорклить с инструктором впереди вот тоже кафе но специальная туристическая остановка вот как она выглядит и вот это такая бухточка здесь специально организованная кафе для туристов тенюк наверняка продают напитки оформлено в таком бедунинском стиле а мы не туда зашли так это уже для нашей группы кафе продают сувениры информацию окей окей сели за стол и сейчас будем переодеваться и купаться в общем вкратце расскажу про эту остановку нас повели на снорклинг здесь очень такой пологий заход и красивые кораллы вместе с инструктором инструктор имеет круг мы одели спасательные жилеты оборудование для снорклинга и проплыли где-то метров 300 там туда по кораллам и назад и после этого нас собрали в этой импровизированной деревушке вот такой пологий берег в принципе кто не умеет плавать здесь могут вот они вот покупаться а снорклинг проходил вон там дальше немного подводных кадров вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мы находимся в этом удивительном месте. Позади меня это магровые заросли. Как они выживают в такой пустыне, без воды. Об этом я подробно напишу. Тоже популярное место. Проходят фотосессии. И вот так вот. Смотрите, там вот я вижу озеро желаний и пустыня. Сейчас без нас уедут. Вот море. Здесь магровые заросли. Там озеро желаний. Так и по всей видимости это у нас заключительная остановка. Панаму там я оставил. Это получается разломы и озеро желаний. Здесь уважаемые. Это разлом землетрясния. Здесь это похожая карта Египет. Вон там три канала. И здесь Синейского острова. Здесь Акабаканалы. Если вы сходите на канал, то здесь Синейский остров. Здесь самого Чебуровка уважаемые. 15 метров. Вы разлом землетрясния. Так. В общем, вот это разломы. Там вот вода. И очень глубоко. Видно, что там глубоко. Глубина горит до 15 метров. Да, где она. Дальше. Ну, что-то внизу как коралл. короче маленькие креветки плавают если камера покажет подошли к берегу озера желаний смотрите какого цвета вода камера передает ли все краски камни разбросаны загадать желание здесь такая фишка берешь камушек загадываешь желание и бросаешь его в озеро поэтому и называется озеро желаний озеро желаний находится недалеко от моря вот это вот автобусы наши и получается как сказал гид это не морская вода но вода соленая цвет у него просто изумительный перед этим у нас был такой ритуал фишка берешь камушек заказываешь желание и бросаешь поэтому это озеро и называется озеро желаний вот наш друг наш друг в этом прям у них вообще классно проходит отдых итальяна итальяна кстати вода здесь намного прохладнее чем в море это самый освежающий вариант такой цвет бесподобный озеро примерно на взгляд составляет длину 1 километр ширина метров 400 вода изумительного цвета как на мальдивах подведу небольшие итоги экскурсии для тех кто например укачивает на яхте кто для кого эта прогулка может быть утомительной наземный вариант заповедник это очень хорошая тема потому что даже если не умеешь плавать ты будешь заходить с берега по пологому склону и купаться для тех кто любит снорклинг предоставляется отличная возможность поплавать среди красивых коранловых рифов также по пути будет несколько локаций это остановка где вы красиво сфотитесь называется ворота аллаха потом будет место где растут магровые заросли и четвертая остановка это озеро желаний где я сейчас нахожусь экскурсия она по времени небольшая буквально вас утром заберут и уже на обед вы в отель свой успеете также есть возможность делать красивые фото хотите на телефон хотите будет с вами рядом ходить фотограф экскурсия пользуется популярностью здесь много итальянских туристов вижу туристов со стран высшего СНГ и с арабских стран друзья на этом я буду заканчивать это видео если вам оно понравилось обязательно поставьте лайк напишите комментарии какие экскурсии в египте вам еще нравятся ну и до новых встреч всем пока